Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутс сегодня в прямом эфире и на телевидении, и на радио национальной вещательной компании САХА. В студии режиссёра Николая Слепцов, Мария Новгородова. У микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Всех приветствую в этот час. Итак, представлю гостей нашей студии. Это заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, Елена Михайловна Лыткина. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте. И доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Моссова, врач-инфекционист Татьяна Геннадьевна Дмитриева. Добрый день. Ну, тема для разговора актуальная достаточно. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19. Ну, она остается у нас в Республике непростой. Ну, где-то в середине сентября наблюдается тенденция роста заболевания коронавирусной инфекцией. И я думаю, что теперь многие понимают, что вакцинация от различного рода болезней является не только эффективной, но и жизненно необходимой. Вот. Всем надо защититься. И вот теперь, когда на улице осень, ну, прохладные дни стоят, вот ОРВИ и грипп тоже уже заявляют о себе. Вот. И вот о них тоже сегодня не стоит забывать и взрослым, и детям. Вот. Ну, и, к сожалению, есть и другие инфекции. Вот. Спасает только прививки. Опять же, вот в этом случае. Вопросов достаточно много возникает. И сегодня мы эти вопросы адресуем участникам нашей телерадиопрограммы. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в диалоге с гостями передачи вы тоже можете принять самое активное участие. Надеюсь на это. И все ваши вопросы, какие-то предложения, может замечания, пожелания. Мы ждем по телефонам прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Иногородние тоже могут дозвониться до нас и задать свой интересующий вопрос, темы, которые мы сегодня будем вам освещать. Набрав 8, гудок 411 2 и номера телефонов прямого эфира. Ну, мы начинаем нашу телерадиопередачу. Вот вопрос Лене Михайловне. Лене Михайловне, ну вот я уже говорил, что ситуация действительно у нас непростая слаживается. Вы более-менее подробнее, пожалуйста, об этом тогда. Вот на сей час как ситуация тоже? На сегодняшний день у нас заболеваемость новой коронавирусной инфекции напряженная достаточно. Количество заболевших... Вообще вот сейчас идет сезонный рост заболеваемости не только коронавирусной, но и других респираторных вирусов, поэтому идет наслоение, поэтому население помимо ковида еще и болеет и респираторными вирусными инфекциями. Эпидпороги по итогам прошлой недели по заболеваемости ОРВИ у нас превышены во всех возрастных группах. Заболеваемость коронавирусной инфекции на этой неделе дала скачок. С каждым днем у нас заболевших больше, причем болеют как дети, так и взрослые, учащиеся образовательных организаций, детских садов и так далее. В общем, да? Ну, статистика тоже об этом говорит, в общем-то, ежедневно. Причем заболеваемость, она регистрируется во всех районах. Если летом у нас по мониторингу количество заболевших в районах было, ну, количество районов там 24-25, то на сегодняшний день заболеваемость ковидом идет во всех районах. Практически. И если раньше, допустим, были какие-то крупные районы, Мирненский, Неренгринский, Алданский и так далее, то сейчас заболеваемость... В том числе и северные, арктические уже охвачены этим, да? Да, все районы горят. Да. Ну что ж, конечно, ситуация действительно сложная, непростая ситуация. Ну и вакцинация у нас тоже в разгаре сейчас, да, Елена Михайловна? Вот каков процент, вот вы бы сейчас сказали, вот охвачена вакцинация и вообще сколько человек вакцинировано? Есть такие данные у вас, да? Да. Тоже на сегодняшний день, конечно, к этому часу. Вообще у нас в республику вакцина поступает она постоянно. В основном поступает на сегодняшний день вакцина «Спутник» и «Спутник Лайт». Во всех районах достаточно вакцины и по состоянию на сегодняшний день первую вакцинацию получило 342 тысячи человек. Это порядка 47 процентов от взрослого населения. Второе – вакцинацию чуть меньше, 321 тысячи человек. Ну и в целом вот так. Ну вот, уважаемые телезрители и радиослушатели, поэтому вот вы поняли, о чем сегодня пойдет речь. И мы надеемся, что и вы тоже в этом заинтересованы, в получении этой вакцины, да. Вот и «Спутник Ви», но те, кто, значит, и переболел в свое время или кто, может, полгода назад, да, уже тоже получил вакцину. Ну и теперь идет период тоже ревакцинации. Мы тоже об этом будем говорить. 320066, 321166. Вот у нас первый телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, ага. Я позавчера, 20 числа, ну, провакцинировался. Так. Стрелился. Угу. И у меня рука опухла и достаточно сильно болит. Это опасно или что мне делать? Кому обращаться? Ага. Так. Пожалуйста, кто? Ну, после вакцинации, я, наверное, отвечаю. А, Татьяна Геннадьевна, ага. Дмитриева. После вакцинации, возможно, различные, это не осложнение, это поствакцинальная реакция. Это может быть болезненность на месте введения, может быть небольшая припухлость, может быть головные боли, слабость, подъем температуры. Это нормально. В течение трех дней после вакцинации это нормально. Если будет высокая температура, если будут какие-то более серьезные ситуации, вам нужно обратиться к своему доктору. Да. Ну, вот на личном опыте у меня, например, я получил тоже первый компонент спутника ВИИ. Ну, где-то после обеда это было, к вечеру температура поднялась, там 37,5, скажем так. Ну, вроде бы немного и немало, да, с одной стороны. Ну, и вот то, что, да, где место вот прививки, там опухлости, может, такой не было, но побаливало немного. Это, ну, где-то в течение двух-трех дней продолжалось. А потом как-то все нормализовалось. Ага. Так, еще один телефонный звонок. Давайте послушаем тебе еще очередного нашего телезрителя, радиослушателя. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот переболел ковидом 5 сентября. Ага. А так вот этот. Ну, 5 октября вышел с этой больницы. Сейчас я могу от гриппа прививки получать или нет? Так. Ага. Тоже такой вопрос практического плана. Пожалуйста, Елена Михайловна. По рекомендациям Министерства здравоохранения, ну, в целом считается, что если человек перенес острое инфекционное заболевание, через две недели, ну, если это легкая форма, в принципе, можно уже ставить прививки против гриппа. Здесь нужно индивидуально подходить, в зависимости от того, в какой форме перенес коронавирусную инфекцию и в зависимости от того, какая вакцина против гриппа будет. В нашу республику на сегодняшний день поступила вакцина для взрослых. Это вакцина СОВИГРИП. Она к нам поступает ежегодно. Это отечественная вакцина, трехвалентная. И детская вакцина поступила ультрикс-квадри. Она четырехвалентная, более такая усовершенствованная, не содержит каких-либо там консервантов. Для детей же так нужно делать. Поэтому на сегодняшний день у нас вот уже начата массовая вакцинация против гриппа. Вакцина доставлена во все районы и проводится уже вакцинация. В первую очередь мы прививаем детское население, поскольку прививок против ковида им не проводится. Поэтому мы должны успеть защитить от гриппа детей и уже потом... Хорошо. Ну вот о прививках мы тоже, конечно, поговорим, да? Татьяна Геннадьевна, ну вот теперь, значит, массовая вакцинация, о которой мы только что вот говорили. А вот кому стоит привиться, да? А кому она, значит, противопоказана? Насколько эффект будет длительным и поможет ли вакцинацию снизить уровень заболеваемости? Такой вопрос. Привиться надо всем, кому можно, кому небо запрещено. Противопоказания ее есть абсолютные и относительные. Абсолютные противопоказания, ну, это является, например, предыдущая, на предыдущую дозу сильная аллергическая реакция в виде анафилактики. Это не имеется в виду, там, небольшая пухлость на месте инъекции, имеется в виду тяжелый анафилактический шок, отек квинки и так далее. Непереносимость некоторых компонентов вакцины. Ну и это, как бы, конечно, скорее относительное противопоказание это беременность, кормление грудью и возрастные ограничения. Возрастные. Возрастные. То есть детям у нас нет вакцин, которые сейчас бы были разрешены детям, поэтому до 18 лет не вакцинируются. Относительные противопоказания. Вот чаще всего речь идет о хронических заболеваниях. Само по себе хроническое заболевание не является противопоказанием. Хронические заболевания очень разные. Часть из них протекает с периодами обострения и ремиссии. Ну, самый такой пример, это, например, аллергические заболевания. Они обостряются периодически, например, бронхиальная астма, потом человек лечится и состояние его стабилизируется. Вакцинироваться можно в период ремиссии. Ремиссии только, да? Да. Но этот вопрос, конечно, должен решать лечащий врач. Безусловно. Он оценивает ситуацию и он разрешает. Надо сказать еще о ряде пациентов, которые получают иммуносупрессивную терапию. То есть они получают препараты, снижающие иммунитет. У этих людей вакцина может не подействовать. Эти лекарства помешают образоваться иммунитету. Поэтому опять-таки с лечащим врачом надо обговорить ситуацию на какое-то время, если это возможно по состоянию здоровья, прервать иммуносупрессивную терапию, сделать вакцинацию, потом возобновить. Но опять-таки это решает лечащий доктор. Так, уважаемые телезрители и радиослушатели, вы знаете, что, конечно, это ведь тоже надо, так, тоже непростая тема, да, вот проводить как вакцинацию, там медицинский отвод, вот о чем говорила Татьяна Геннадьевна. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы продолжим нашу передачу буквально через несколько минут. Вот сейчас у нас вот скоро начнется рекламная пауза на нашем канале, вот одновременно на телевидении и на радио. Вот, поэтому мы вернемся в студию, напомню, наши телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Тема сегодня очень актуальная. Это вот коронавирусная инфекция, вакцинация, ОРВ, грипп, прививки. Оставайтесь с нами, пока. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире, напомню, сегодня мои собеседники, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якути Елена Михайловна Лыткина и доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Мединститута Северо-Восточного федерального университета имени Максима Мосова, врач-инфекционист Татьяна Геннадьевна Дмитриева. Вот наш телефонный звонок поступил, алло, здравствуйте. Мне далеко за 80, ты перевез в Камиль год назад, мне можно ли прививку делать против гриппа? Угу, так. Не то, что можно, а нужно поставить вам прививку против гриппа, потому что возраст старше 60 лет и плюс наличие хронических заболеваний, это группа риска, поэтому, поскольку год уже прошел, прививку против гриппа поставить можно. Так, 32-00-66, 32-11-66, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы ждем ваши очередные вопросы по нашей очень актуальной теме. Итак, такой вопрос, да, следующий, да, у нас радиослушатели, телезрители на прямой связи. Да-да, прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вакцинировался в марте месяце от ковида, да, и говорят, что через 6 месяцев тоже надо вакцинироваться. Это можно, да? Или, мистер, если вакцинацию брать, тогда от гриппа тоже надо брать, да? Так, так, у нас второй вопрос, ага, сейчас тоже послушайте. Ага, я хочу спросить у Роспотребнадзора, наверное, кто заказывает препараты, вакцина, да? Я жду вакцину Эпивак с июня месяца. У меня, это, кардио, у меня эрозмейсия, забыла и синекардио, и гепатит В. Мне подходит, сказали, гепатит В, и до сих пор с июня месяца первая поликлиника отвечает, у нас нету, у нас нету, у нас нету, и до сих пор у них нету. Хорошо. Спасибо за звонок, ага, так, Лена Михайловна. Так, я отвечу сначала на первый вопрос. Да, пожалуйста. Повторную прививку против коронавирусной инфекции можно поставить через 6 месяцев. Если 6 месяцев уже прошло, то можно ставить прививку против коронавируса, это как ревакцинация, и поскольку интервал между прививкой против коронавируса и прививкой против гриппа должен составлять один месяц, то через месяц можно будет поставить прививку против гриппа. Что касается второго вопроса, поставки вакцин у нас регулируются на уровне федерального министерства здравоохранения, поэтому на сегодняшний день поставок вакцины Эпивак в республику не было, поступает вакцина «Спутник Лайт» и «Спутник В». Вы что-то предполагаете, что это поступление? Пока ничего не известно. Пока ничего не известно, да? 320066, 321166, телефоны прямого эфира. Вот, Татьяна Геннадьевна, ну, обязательно ли вот перед вакцинацией, да, необходимо узнать количество антител? Ну, конечно, где-то можно процедуру, да, вот тоже... Нет, это совершенно не обязательно, там нет никакой необходимости. Сейчас принято решение, что через 6 месяцев проводится ревакцинация, независимо от количества антител, которые есть у пациента. На самом деле, если антитела есть, и даже их много... Значит, переболел человек или что? Нет, это могут быть поствакцинальные, то есть он... Имеется в виду уже ревакцинация, так понимаю, или вакцинация вообще. Вообще. И вакцинация, и ревакцинация не имеет значения уровень антител у вас. Если вы переболели или вы были вакцинированы, у вас хороший уровень антител, но хуже вам от вакцины точно не будет. Самое плохое, что в данном случае может случиться, доза вакцины будет потрачена зря. Она просто будет инактивирована вашим иммунным ответом, и всё. А вот можно ли одновременно подхватить, скажем так, да, проще, и коронавирус, и ОРВИ? Вот в чём их отличие? Конечно, конечно, можно, и это очень... В этом-то и таится большая опасность. Да. Потому что коронавирус – это генерализованная инфекция, которая поражает сосуды. Сосуды, в принципе, по всему органу, все органы и системы. Поэтому страдает... Ну, скажем так, у каждого человека то место, которое у него болит, оно больше всего страдает. Люди сердечно-сосудистой заболеваемости, у них, конечно, осложнение больше сердца страдает, лёгкие. И когда у человека на фоне вот такой инфекции ещё есть респираторная инфекция, которая прямо бьёт по лёгким, то, конечно, это точно только ухудшает его ситуацию. Даже если коронавирус у него протекает не тяжело, наличие респираторной инфекции ухудшит это состояние однозначно. А грипп сам по себе, это тоже достаточно тяжёлая инфекция, которая обладает во многом генерализованным действием с высокой интоксикацией. Это тоже нарушение микроциркуляции, поэтому сочетание гриппа и коронавируса крайне неблагоприятное. Если человек привит от гриппа и по каким-то причинам не привит от коронавируса, он в большей степени безопасности, чем человек, который вообще ничем не вакцинировал. Вот как раз давайте поговорим о гриппе. Уже какие-то вакцины вы назвали, да, Лена Михайловна? Какие применяются против гриппа? Насколько они эффективны? От каких штаммов гриппа защищает вакцина в нашем текущем сезоне в данное время? Прививки против гриппа ставятся ежегодно, в связи с тем, что каждый год меняется штаммовый состав вакцины. Именно по тем штаммам, которые будут циркулировать в предстоящем эпидезоне. И вот новая старая вакцина, СОВИ-грипп, которая к нам поступила уже, она уже содержит новый штаммовый состав. В этом году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения поменяли два штамма вируса гриппа А. Он стал вирус гриппа А. Виктория, вирус гриппа А. Камбоджа. Это всё H3N2. И дополнительно есть ещё два штамма к вирусу гриппа В. Это Вашингтон. И второй это Пхокет. То есть каждый год меняется вот этот штаммовый состав. И каждый год поэтому мы приводим прививки против гриппа из-за того, что вирус гриппа, он очень мутирует и меняется. Ну, то есть эти штаммы тоже мутируют, как коронавирусные инфекции? Да, коронавирус это то же самое. То же самое. Если вначале у нас был один штамм вируса, то сейчас у нас был британский, бразильский, индийский. На сегодняшний день у нас циркулирует больше дельта варианта. А вот сколько всего лабораторий на сегодняшний день развернуто в нашей республике для диагностики коронавирусной инфекции? Вот такой вопрос тоже интересный. Если в прошлом году, вот когда только-только пандемия началась, у нас была одна вирусологическая лаборатория на базе Центра гигиенопедемиологии, то на сегодняшний день у нас 19 пациентов. Евро-19? Если это было только в Якутске, то сейчас уже в пяти районах. Ну, в крупных это в Мирном, в Алдане, в Нерингри. Кроме того, в Мегино-Кангаласском уже давно ПЦР-лаборатория функционирует. И достаточно недавно в Нюрбинском районе. Кроме того, еще планируется в ТАТТЕ открыть ПЦР-лабораторию. А в Якутске практически каждая медицинская организация открыли ПЦР-лабораторию. Так, у нас телефонный звонок. Слушаем, алло, вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросить. Я сдавала анализы крови на антитела. Так. Тогда вы говорите, пожалуйста. Там у меня показатели было 7 плюс 4, G1659. Ага. Что это означает, да, хотите спросить? Да, что это означает, можно ли факцию поставить. Угу. Так. Это означает то, что G, это если человек раньше не был вакцинирован, значит он переболел. Если он был вакцинирован, то поствакцинально у него положительная реакция, то есть у него есть антитела. Если человек не имеет никакого вакцинального анамнеза, то есть он не был вакцинирован заранее, то в принципе он может повторить, она может, эта женщина, повторить свой анализ через какой-то промежуток времени, если ее это интересно. Если нет, она может вакцинироваться. Еще раз повторяю, вакцинация на фоне наличия антител вреда не принесет. Хорошо. 32 00 66, 32 11 66, уважаемые телезрители и радиослушатели, время есть, мы ждем ваши вопросы. Так, ну вот какие меры профилактики, вот наряду с мытьем рук и ношением масок, вот вы как специалисты можете порекомендовать населению? Доктор Татьяна Геннадьевна, вам вопрос. Ну, маски это самый эффективный способ профилактики. Это показал нам прошедший 20-й год. У нас практически не было кишечных инфекций, у нас очень резко снизилось количество респираторных инфекций. Такие простые элементарные противоэпидемические мероприятия дают очень хороший эффект. Можно добавить социальное дистанцирование. В обязательном порядке. Понятно. Так, телефонный звонок у нас. Алло, вопрос. Алло, говорите. Запись, да? Да, слушаем вас. Ага. Вот вчера, ну, отмечается вот повышение рост заболеваемости у детей. Вот вчера на интернет-портале КТРУ была статья о том, что 20% заболевших – это дети. Поэтому вот хотела спросить, как протекает коронавирус у детей и насколько возможно то, что школы закроются на дистанционное обучение. Хорошо. Ну, по течению я, наверное, отвечу. Так, Татьяна Геннадьевна, скорее всего. У детей заболевание протекает более легко в силу того, что у детей меньшее количество хронических заболеваний. Но, однако, отмечены случаи достаточно тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей и пневмонии у детей есть. Реже, чем у взрослых. Но вот по поводу школ… Ирина Михайловна. На сегодняшний день речи о том, чтобы закрывать все школы на карантин, пока нет, у нас идет точечно. В случае, если выявляется ковид у ребенка по школе, по классу, класс уходит на дистанционное обучение. То же самое по детским садам. Мы ежедневно проводим мониторинг заболеваемости. И если потребует того вот ситуация, тогда примут решение на уровне СПК. Ага. Хорошо. 32-00-66, 32-11-66. Так, вопросы будем надеяться, что еще поступят. От каких инфекций, вот, Ирина Михайловна, нужно прививаться дополнительно в нашу республику? Ну, буквально около минуты, а потом продолжим после рекламы. Начните. Вообще, вот, по нацкалендарю, если перечислять все инфекции, это начиная с роддома. Ага. Ну, все. Значит, мы тогда в национальном прививок календаре мы тоже поговорим с нашими, вот, участниками сегодняшней телевизионной и радиопрограммы. Сейчас мы опять уходим на рекламную паузу. Вот. Ага. Уходим на рекламную паузу. Но, и напомню, телефону 32-00-66, 32-11-66. И у нас сегодня в студии замначальника отдела педагогического надзора управления Роспотребнадзора по республике Елена Михайловна Лыткина и доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Министитута Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, врач-инфекционист Татьяна Геннадьевна Дмитриева. Ну что ж, уважаемые телезрители радиослушателей, мы вновь в прямом эфире. Вот теперь поговорим о иммунизации и национальном календаре прививок. Елена Михайловна, вот до рекламы только начали говорить, да? Пожалуйста, вам слово. Вообще национальный календарь профилактических прививок, он есть во всех странах, в том числе и у нас в Российской Федерации, но в нашей стране национальный календарь, он не такой, как нам хотелось бы. Да. На сегодняшний день прививки в нацкалендаре, это начиная с роддома, когда ребенок рождается, получает прививку ВТЖ, туберкулез, гепатит В, коклюш, дифтерия, столбняк, палеомиелит, потом грипп, пневмококковая инфекция с 2017 года, введена гемофильная инфекция. И у нас есть наш региональный календарь, потому что это дополнение к нацкалендарю у нас прививается еще против дополнительных инфекций, дети у нас прививаются против гепатита А, потом призывники прививаются, перед тем, как пойти в армию, это против ветряной оспы, против менингококковой инфекции, против пневмококковой инфекции и еще прививаем маленьких детей против ротовирусной инфекцией. Недавно поменяли региональный календарь и туда дополнительно включили еще ревакцинацию коклюша в возрасте шесть-семь лет. Единственное то, что финансирование в связи с пандемией сейчас недостаточно для того, чтобы проводить вот эти все мероприятия. У нас два вопроса в прямом эфире, на прямой связи. Алло, наш телезритель и радиослушатель. Слушаем вас. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я хотел бы спросить, мы работаем, да, у нас вот вакцинации нету, я не… отводом у меня, да? – Угу. – И… – Так-так-так, слушаем. – И это самое… – Сейчас требуют вот анализы ПЦР. – Угу. – Это ПЦР получается полтора тысячи, вот так получается. – Так. – И требуется этот ПЦР через две недели. – Угу. – Как это получается, я не знаю это. – Так, хорошо. Так, Ирина Михайловна, что можешь сказать тут? – Это согласно указу главы Республики. – Угу. – Угу. – Насколько я знаю, вот все лица, которые выходят из отпуска, они перед тем, как прийти на работу… – Должны сдать ПЦР. – Должны сдать ПЦР. – Должны сдать анализ ПЦР для того, чтобы не заразить своих коллег. – Угу. – Угу. – Угу. – Наверное, это имеется в виду. – Так. Хорошо. Так, второй у нас вопрос. – Алло. – Алло, говорите. – Так, нет, да? Телефонный звонок сорвался уже. Так, ну что ж, а от каких вот таких вот можно ли вот одновременно, да, вот, Елена Михайловна, прививаться против нескольких инфекций? Вот что сейчас вот актуально, например? – Ну, сейчас у нас актуальна коронавирусная инфекция и грипп. – Так, понятно, да. – И интервал между вот этими двумя прививками должен составлять один месяц. Что касается других, в основном нельзя одновременно проводить, допустим, ВЦЖ, какие-то вот такие живые вакцины, а все остальные вакцины, они совместимы. Их можно поставить ребенку, взрослому в один день, но просто нужно ставить это в разные места. – Ага. – Ну, хотелось бы добавить, что существует поливакцины. То есть в одной вакцине есть компонент нескольких заболеваний. – Так, так. – То есть они уже предусмотрены как несколько прививок в одной инъекции. – Ага. – И это, наоборот, снимает инъекционную нагрузку на ребенка. Если, допустим, раньше ребенку ставили АКДС отдельно, гепатит B отдельно, полимелит отдельно, то сейчас существуют вот такие комбинированные вакцины, такие как пентоксин, которые содержат сразу пять компонентов в одном уколе. – Так, еще слушаем вопросы. Алло. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. – Алло. – Алло. Так. – Алло, здравствуйте. – Здравствуйте, здравствуйте. – Здравствуйте. – Так, слушаем вас вопрос, пожалуйста. Можно чуть живее, а? – Здравствуйте. – Угу. Ну, мы уже поздоровались, хорошо. Так, у нас еще один вопрос, да? – Я десять дней назад получила прививку гриппа. – Ага. – Совий грипп. – Что же грипп, да? – Против гриппа получили прививку, да? – Так, мы поняли, значит, против гриппа. И что? Алло. Ну вот, а, так, дайте еще один вопрос. – Алло. – Алло, слушаем. – Угу. – У меня в одиннадцатом году поставили первичный бильярдный рост печени. – Угу. – Когда я приходила в первой поликлинике, там врач сидел, который на ковид хотел вакцинироваться, он сказал, если вы печеночную получаете, таблетки, то не должны говорить. – Угу. – И что мне делать? – На работе требует вакциниться. – Угу. Вакцинироваться, да? – Ну, это зависит от того, что значит печеночные таблетки, то есть бильярдный цирроз, там разная терапия есть, в том числе иммуносупрессивная терапия. И речь, если речь шла именно о лечении, я думаю, речь идет об этом. Надо подойти к врачу, который вас ведет, который у вас по заболеванию бильярдный цирроз, и решить с ним этот вопрос. Можете ли вы на какое-то время прекратить терапию, вакцинироваться, потом возобновить. Если это невозможно, то в какой момент вы можете вакцинироваться? Или если ситуация очень сложная, вы вообще не можете вакцинироваться, такое возможно. Это нужно со своим лечащим доктором обговаривать. – Так. Вот еще один вопрос такой, да. Вот ребенок имеет контакт, значит, не в школе, да, вот контактировал, а в семье. Может ли он пойти в школу? – Нет, этот ребенок является контактным, поэтому он 14 дней от даты контакта должен находиться на изоляции дома. – Так. Вот некоторые родители все-таки отказываются от прививок, да? Вот как их убедить не отказываться, и, ну, все-таки, на какие болезни стоит обратить внимание родителям в первую очередь? Ну, тут, видимо, имеется в виду детям, да, отношения родителей. – Ну, у нас у всех есть, как было сказано, национальный календарь прививка, в котором указано, от каких инфекционных заболеваний есть вакцины, которые обязательны, которые надо делать всем. – Да. – И как убедить тех, кто не хочет вакцинировать своих детей? Ну, это зависит от причины, по которой они не хотят вакцинировать. Есть люди, их, к сожалению, их мало, но они, к сожалению, очень активны, такие убежденные противники вакцинации. С ними сделать ничего нельзя, только шапочку от фольги, пусть его обновляют периодически, на этом все. А люди, которые сомневаются, которые подвержены влиянию, с этими людьми нужно разговаривать. Пусть они обращаются к специалистам не в интернет, не к соседям, не к друзьям, а подойдут к специалистам, с ними поговорят, им все расскажут, все объяснят, потому что, отказывая вакцинации своему ребенку, они нарушают его права, они нарушают его право на жизнь. – Да. Но все-таки вот родители при осложнениях с заболеванием детей, вот я лично считаю, несут полную ответственность. Согласны со мной? – Конечно. Ну вот недавно вот я прочитала, что в Пермском крае у пятилетнего ребенка был диагностирован диагноз «толбняк». Это такая, ну, старая такая инфекция, про которую практически все забыли, потому что вакцину АКДС ставят там с 50-х годов у нас в Советском Союзе. Поэтому никто… Ну, вообще, у нас в Республике вот этого диагноза давным-давно не было. Родители этого ребенка, они были анти… – Прививочники. – Антипрививочники. – Антипрививочники, да? – Да, и отказались по идеологическим показаниям. Ребенок подскользнулся, поранил, и диагноз был поставлен, ну, поздно, и ребенок две недели в реанимации пролежал, и все это только вот благодаря тому, что родители отказались от прививок. – Ну вот что, уважаемые телезрители и радиослушатели, вот, конечно, тоже пример, да, показателен тем, что все-таки мы, взрослые, несем полную ответственность за здоровье наших детей, дети нашей будущей, конечно. Ну вот сейчас хотел бы, чтобы вот вы, мои участники, мои собеседники, еще раз напомнили нашим телезрителям, радиослушным, что такое респириторная инфекция, вот, что такое грипп, каковы их симптомы. Давайте напомним те нашим телезрителям и радиослушным. – Грипп и респириторную вирусную инфекцию отличить довольно просто, и каждый, если он вспомнит свои ощущения, когда мы все болели гриппом, так или иначе, это очень легко отличить. При респириторной вирусной инфекции, ОРВИ, сначала появляются катаральные явления, боли в горле, першение, насморк, потом поднимается температура, ухудшается самочувствие. При гриппе все строго наоборот. Сначала человеку становится плохо, головная боль, поднимается температура, и только потом появляется катаральное явление. Вот кардинальное отличие. – Ну, тогда коронавирусная инфекция, давайте тоже напомним нашим телезрителям. – Коронавирусная инфекция, очень полиморфная клиника, только очень разнообразно может протекать. – Она может протекать без респираторного симптома, вообще без катарального синдрома, может поражать не легкие, а другие органы системы. Я говорила, что это генерализованная инфекция, то есть она поражает практически все органы и системы, потому что страдают сосуды. И поэтому клиника может быть очень разнообразная. Ну, все знают там потеря обоняния и так далее. Это вовсе не обязательный признак. Менее 30% имеет потерю чувств. – Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, сегодня в передаче принимали участие замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Елена Михайловна Лыткина и доктор медицинских наук, профессор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Мосова, врач-инфекционист Татьяна Геннадьевна Дмитриева. Спасибо вам за участие в нашей телерадиопрограмме. Но я думаю, что обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям, жителям города Якутска и всей республики, нужно, но необходимо вакцинироваться, защититься от этой коварной болезни, от ОРВИ и гриппа. Я думаю, что, наверное, наша передача тоже даст толчок вот этому, чтобы люди шли и защитились. До свидания, всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok